приветствую всех на канале все о рыбалке сегодня поговорим о том как правильно установить сигнализаторы поклевки на бузбара либо народ под многие из вас наверняка сталкивались с тем что когда вы закручиваете сигнализатор в бузбара либо в рот потом становится не так как должен становиться по горизонту вровень с стойкой бузбара становится наискось что в таком случае делать на самом деле когда вы используете качественный сигнализатор допустим как у меня то в нем есть специальная гаечка дополнительно которая позволяет зафиксировать сигнализатор в нужном положении но если вы используете недорогой сигнализатор в котором такой гайки нет то с этим получается проблема либо надо набирать такие вот резиновые шайбочки либо придумывать какие-то металлические гайки подставлять для того чтобы правильно установить сигнализатор на стойке но есть более практичный более простой надежный способ который позволяет установить сигнализаторы вровень с вашей стойкой это вот такой вот переходничок который позволяет очень ровно и очень точно установить сигнализатор на вашей стойки. Состоит такой переходничок из двух, собственно, частей. Из нижней и верхней. Верхняя часть вкручивается в сигнализатор. Закручиваем плотно этот элемент в сигнализатор, а нижний элемент вкручивается в стойку, либо в ваш муссбар, либо в муссбар вашего ротпода. Кстати, как видите, здесь также присутствует регулировочная гаечка, которая позволяет установить нижнюю часть этого переходника в нужное положение. Давайте вкрутим этот переходник в муссбарчик. И теперь смотрите, мы его установим при помощи гайки в нужное нам положение. Я его установил таким образом, чтобы закрутка была сбоку. И теперь простой манипуляцией устанавливаем сигнализатор в нижнюю часть этого переходника. И завинчиваем винт. Все, теперь наш сигнализатор стоит в том положении, в котором нам нужно. То есть мы затягиваем хорошенько этот винт и сигнализатор установил в нужное положение. Чуть-чуть отпустили винт, сигнализатор можно отрегулировать так, как нам нужно. Как видите, сигнализатор очень устойчиво стоит на стойке, то есть его не болтает. Если помните, в одном из видео я рассказывал о способе крепления сигнализатора при помощи таких переходников, защелочки, но они имеют некоторый недостаток. Они болтаются, у них такой способ крепления, который не позволяет их зафиксировать очень жестко в стойке бузбара. И они имеют некоторый люфт. Мне хочется, чтобы не было никаких люфтов и лишних движений во всей этой конструкции. То есть я люблю, когда все очень четко и очень жестко закреплено. Именно эта стойка, этот переходничок позволяет таким образом закрепить сигнализатор, чтобы он не болтался. То есть он очень устойчиво держится и никуда не сдвигается. Перед тем, как вкрутить в сигнализатор этот переходничок, есть смысл под сигнализатор установить подошву для свингера. хорошенько затянуть верхнюю часть переходника. Получится такая вот конструкция. И в свою очередь все это закрепить на бузбаре. Как видите, все очень оперативно и очень быстро меняется, и очень хорошо держится в своем месте. Таким образом решается проблема несоосной установки сигнализаторов на бузбаре либо на ротподе. Как видите, здесь сигнализатор стоит четко. Как я показывал в начале, я вот затянул сигнализатор, а он стоит криво. Этот элемент, этот переходник как раз позволяет эту проблему очень успешно решить. Сделан такой переходничок из нержавеющей стали. Все элементы нержавеющие. Внизу под моим видео я дам ссылку. Этот переходник я заказал в Китае. Это делают китайцы. Стоит он недорого. Внизу под видео я дам ссылку, и вы сможете перейти и купить такие переходнички. Я себе взял 4 штуки. Наверное, закажу себе еще комплект на всякий случай. Потому что вещи очень удобные. И получится, что у меня нижняя часть всегда будет вкручена в мои бузбары. Ну а сигнализаторы будут отдельно ездить вместе с скрученной вот этой верхней заглушкой. И когда я буду приходить на водоем, все будет очень оперативно устанавливаться на бузбара. То есть я сигнализатор установил, затянул, и все готово. Сигнализатор будет стоять на бузбаре. Раньше приходилось закручивать все это и манипулировать такими вот гайками металлическими. То есть колхозить. Теперь все это будет намного проще, намного быстрее, удобнее и, конечно же, эргономичнее. Ну что ж, переходите внизу по ссылке. Покупайте себе такие переходники. Я же в свою очередь поговорю на днях с токарем. Узнаю, сколько обойдутся в изготовлении у нас на месте такие переходники. Для того, чтобы люди не ждали с Китая. Потому что вы сами знаете, как с Алиэкспресса посылки идут. Иногда могут и быстро прийти, а могут и месяцами идти. В любом случае, я посмотрю, если целесообразно их изготавливать у нас здесь на месте. И напишу вам результат. Ну а на этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok